Я вот знаю одно с историей с Голливудом, что нам равняться не надо. Нам надо идти... То, что мы это видим, и то, что нам есть вообще такая возможность это увидеть, это уже неплохо. Ну, хорошо, вы посмотрите, запомните, идите дальше. Но копировать не надо. И делать, и, так сказать, заимствовать мысли других. Наверное, это будет получаться само собой. То есть, если хорошая мысль в кино, она где-то есть, если она запомнилась, ты нехотя ее как-нибудь, где-нибудь, что-нибудь о ней скажешь. И как-нибудь ее выкроешь и вставишь ее в свое кино. Но, опять же, если мысль стоит того, она западет сама. Если же нет, то... Ну, правда, у нас было сильное кино, любимейший мой фильм «Берегись автомобиль». Незаконченная пьеса, механическая пьеса. Ну, в чем парадокс фильмов? Это же практически... Ну, про механическое пионерное, это практически спектакль. То есть, ты погружаешься, тебя окунают в такой некий... В атмосферу. Особо-то... Ну, нет, происходит и сценарий, но камера сама. Там нету крупных этих наездов, там нету взрывов, нету... Нету ничего, зачем сейчас наблюдает наш молодой зритель. И если там не будет взрыва и никого не убьют, то два часа потрачено зря. Нет, у нас сильное кино было как раз человеческим отношением к герою. Человеческими отношениями, как они показаны и куда они вливаются. Интересно было следить вот именно за процессом самим. Ну, и артисты, конечно, были такие... Евгений Александрович... Юстегнеев, Леонов, Миронов, все эти мэтры, они бесследно ушли. Но как-то бесследно, что-то я такое говорю. Но в смысле того, что таких, как они, вот нет, к сожалению. А хотелось бы, чтобы такие люди появились в нашем кино. Они бы могли сделать его интереснее, сильнее, разнообразнее, что ли. У меня сын на курсы монтажа ходит, монтирует такое. Очень круто у него получается. Я в шоке. Я думаю, он будет у меня монтажером.